Первый космический флешмоб прошел в 2011. Тогда на площади добровольцы выстроили фигуру Самара Космос 50. Сейчас на площади уже 2016 человек. Мы спросим, в каком они настроении? Девушки, как настроение? Отлично! Все супер! Расскажите, как долго готовились к сегодняшнему мероприятию? Ну, наверное, неделю точно готовились устраиваться в эти буквы. Ну, в общем, все супер! Перед тем, как выстроиться в огромные буквы, добровольцы запустили в небо сотни воздушных шаров. Идея самая главная заключается в том, чтобы мы через поколение, через тех ребят молодых, которые сейчас растут, кто-то подрастает, сейчас школьник тоже. Но это тот формат, который позволяет передать главные, главные исторические, главные события космической отрасли. К космическому флешмобу самарские студенты готовились больше месяца. Репетировали по несколько раз в неделю. Труд даром не прошел. Участники флешмоба четко выстраивались в буквы. С высоты почти в 500 километров спутник «Ресурс-П» снял надписи «Самара-55 космос», «Россия-2016 космос» и «Самара-2018 футбол». Флешмоб проходит не только на площади Куйбышева. Мы находимся около музея «Самара космическая». И здесь несколько сотен школьников уже готовы поднять голову вверх и улыбнуться космосу. И отпустить вот такие шары с символикой Гагаринского года. Это всероссийская акция. То же самое сейчас делают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах России. «Самара» присоединилась к акции «Роскосмоса. Подними голову». На площади возле музея «Самара космическая» появилась инсталляция с пусковой кнопкой. От ее нажатия ракета, конечно, не взлетит, но специальный счетчик покажет, сколько самарцев здесь побывало. Рядом проходит показательное выступление авиамоделистов и шоу воздушных змеев. На сцене зачитывают послание потомкам. Его поместят в капсулу, открыть которую должны на столетие полета Гагарина. И кульминация праздника. В небо улетают 3000 шаров. Как и положено около ракеты, даем старт. И мне кажется, этот старт удался, потому что гордость за город. Внутреннее ощущение своей глубокой причастности к этому празднику присутствует, мне кажется, у всех, кто сегодня здесь с нами на этой площади. Желание быть первым, оно, наверное, сподвигло нас на очень многие подвиги. Все пилотируемые аппараты, которые сегодня взлетают, они взлетают именно благодаря самарцам. Потому что в Самаре сегодня делают все самое лучшее. Ко дню космонавтики подарок ждал и филателлистов. Вышла в свет специальная серия почтовых карточек и конвертов в честь 55-летия полета Гагарина. Сегодня на РКЦ «Прогресс» их гасили уникальным штемпелем с изображением ракеты. Свой автограф оставил и ветеран ракетостроения Николай Иванович Казаков. Он один из тех, кто помнит, какая атмосфера была в стране в апреле 1961 года. Весь народ ликовал. Это был праздник. Люди друг друга обнимали. Радость была, ну, как вам сказать, выше края. Таких космических карточек в Самарской области всего 300 штук. Конвертов больше – 100 тысяч. Валерия Макарова, Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, Артем Сулайманов. События.